Крупный план Продолжение следует... Крупный планшетная работа, то есть когда люди пешочком ходят и смотрят, что там по факту есть, они просто смотрят, например, документацию, данные, которые были 15-20 лет. И по этой причине мы имеем колоссальные проблемы потом с установкой, то есть переводят назначение земли в связи с генпланом, с рекомендуемым нам, а на самом деле там цели у города не совершенно другие, и логика, и традиция в другом направлении. А это сказывается с чем? Во-первых, это, условно говоря, отсутствие такой практической инвентаризации земель и имущества, которые там находятся в здании и сооружении, оно приводит к тому, что мы теряем, во-первых, в налогоблагаемой базе или наоборот, то есть перегружаем. То есть здесь по факту производственное предприятие перевели совершенно в другую зону, в другое назначение, я там не апеллирую номерами, там, П-2, там, еще что-то, да, потому что обычным слушателям это, возможно, непонятно, но разница может доходить, вот как мы сталкиваемся в природе, то есть в 10 раз, там, почти в 11 раз аренда, например, земли или налог на землю или аренда земли, она меняется. То есть это то, потом, с чем столкнутся все предприниматели? И вот с чем я столкнулся как предприниматель, у меня есть производственное помещение, без меня, притом даже не уведомив, что есть общественное слушание, вот это есть упущение, да, они перевели назначение земли, ну, планируя там социальный объект, школу в данном случае. И после этого, например, ко мне совершенно другие стали применяться, во-первых, налоговые ставки, да, сразу же объект отнесли, он по факту столовая, там было производство предприятия продуктовое, да, сразу же мне 350 тысяч налог на землю, налог на имущество вытащили. Давайте, может быть, тогда конкретно пойдем, да, вот у нас первая проблема, Наталья Александровна. Ну, я согласна с Владимиром Вениаминовичем, потому что бизнес сталкивается сплошь и рядом вот именно с такой проблемой, и генпланы, правила землепользования и застройки, к большому сожалению, у нас разработаны без учета фактической застройки. Мы сталкиваемся это и со старой жилой застройкой, и со зданиями, которые были построены до момента, там они 70-80-е года, зона принимается в правила землепользования, и когда собственник здания, земельного участка пробует провести какие-то изменения или еще что-то, в большинстве случаев он может получить отказ, так как, ну, не соответствует зона. Вот если рассмотреть пример Владимира Вениаминовича, как раз, что разработали, посчитали, что там можно общественно-деловую состройку сделать, но момент тот не ушли, что там есть производство расположенное. И вполне возможно, можно было один участок этот выделить под это и для него конкретную производственную зону, тогда и вопросов бы у собственников не было, они бы получали адекватные налоги. А предприниматели вообще могут что-то сделать, чтобы не сталкиваться с этим? Ну, это не всегда, во-первых, возможно, и не всегда это быстро. У нас есть такая процедура и смены территориальной зоны, там и смены разрешенного использования, но это тоже не всегда бывает возможно из этих же документов принятых. И вся проблема в том, что не учтен факт при разработке. Я согласна с тем мнением, что эти работы нужно проводить с учетом фактических обследований, фактической инвентаризации. А это как раз вот такие компании, как наша. Ну да, администрация будет вынуждена заключать какие-то контракты, еще что-то, но потом у бизнеса будет меньше вопросов к этой же администрации. К следующей проблеме будем переходить. Владимир Вениаминович, еще какие-то проблемы конкретные? Ну вот тоже из практики большое продуктовое предприятие, оно не мое, но я в курсе этой проблемы, потому что ко мне как депутатов обращались. Вот территория была несколько лет назад отдана в аренду, да, и застройщик расширил территорию производства пищевого предприятия, это на московской там. На 24 метра уехал на территорию, условно говоря, не на свое, на муниципальную. Ну так получилось. И он ее получил в аренду по другому договору, то есть отличному от другой территории. Они по назначению немножко разнились раз, проблема, но они, полагая, что получили разрешение еще на дополнительный участок, это отдельный договор аренды был, муниципальный, да, они построили здание 700 метров. А сейчас разница то, что они заехали вот этим зданием на муниципальную землю с другим назначением, 24 метра. Но они, крупное предприятие, хороший налогоплательщик, они не могут решить вот этот вопрос. Им говорят, стоимость миллион рублей, то есть это необходимо сделать проект новый, да, необходимо пройти экспертизу. И это, мало того, что это время, это еще денег, миллион рублей за 24 метров. И вот сегодня эта дилемма остается, они ее просто пока бросили, потому что решать, ну, в таком ключе невозможно. Я предлагаю, должен был какой-то такой в городе выработан механизм согласительного, ну, каким-то образом идти навстречу, тем более это производители, это рабочие места, это налоги, это очень важно. А в этом случае, Наталья Александровна, можно было как-то этой проблемы избежать вообще? Ну, вот сейчас, по прошествии времени, учитывая современное законодательство, это сложно сказать, но я поняла, о чем говорят. Вероятнее всего, как у нас раньше было принято в администрации, вот на этот кусочек, на который вылезли на муниципальной земли, был заключен договор аренды с учетным номером, без конкретного участка. Совершенно верно. У нас в основном частному сектору очень много так предоставляется. Да, администрация берет налоги, но такие договора до 11 месяцев. И мое мнение потом, если коснется дела судов или еще что-то, ну, тут не устоять бы, потому что не сформирован конкретный объект права, нету конкретной характеристики, они все условные, учетные, занесены в программе администрации, в базе архитектуры еще где-то. И, соответственно, этому предприятию не дали ни выкупить этот участок, а по тем ценам, по тем законам, это были бы другие возможности, другие расходы финансовые. А сейчас, возможно, это выпало при каких-то работах, там, может быть, пожарные инспекции, надзорные органы ходили, это выявили. А сейчас-то надо, у нас закон обратной силы не имеет, нужно делать все по современным требованиям. И эту землю администрации нужно отмежевать, нужно ее выкупить, потом проект сделать. Тут очень сложно. И в таких случаях я бы давала совет, но всегда, вот мы затрагивали на прошлом эфире с вами, Мария, эту тему, что нужно анализировать документы, что и при купле, продаже, и все, не надеяться на русский авось, а проверять документацию. Тут нельзя ни на каком-то там доверии взаимном или что, только факт. Вот у меня сразу предложение. Действительно, вопрос такой, чтобы не доводить до судов, потому что, как сказала Наталья Александровна правильно, через суд мы проиграем по формальным признакам. То есть там суд смотрит земля, отношение к проекту, к зданию, которое возникло, к недвижимости. Я бы, вот по московскому опыту, в Москве тоже таких вопросов много, город это большое сложное хозяйство. Они создали согласительную межведомственную комиссию, в которую вошли туда, в том числе работники прокуратуры, там Роспотребнадзора, МЧС и так далее. И они смотрят, и эта комиссия принимает нестандартное решение. Да, действительно было так, но это городу нужно, это городу полезно, и тут нет никакой коррупции, когда там решал, условно говоря, один чиновник, а это межведомственная комиссия из федеральных органов, которая контролирует разные направления. И в том числе коммунальщики там устроят, они говорят, да, мы принимаем это решение, и субъекту, это гражданские правоотношения, дается право узаконить совершенно на других условиях, чем бы это было через сутки. Топтаться и там многоходовки сложные. Ну это, к сожалению, зависит не от нас. Тут нужно работать и с органами исполнительными. Совершенно верно. Муниципалитет должен быть. Должен быть взаимный диалог. Да. Его пока, к сожалению, нет. Вот у нас такая политика в городе, но она, наверное, в других городах тоже есть, может быть, и за границей это есть, но эту надо тенденцию менять. Муниципалитет должен идти навстречу предпринимателям, хозяйственникам, которые действительно добросовестны, а не те, которые пытаются мошенническими действиями что-то себе отжать. Это вот мы говорим все, в общем-то, о взаимодействиях с властью, да, с муниципальными органами. А если говорить конкретно о проблемах предприятия, да, допустим, если говорить не о постройке новых зданий, а о перепланировках, да, сталкиваетесь ли вы с такой необходимостью, с проблемами, с расширением мощности, например? Ну вот у нас тоже вот это производственное предприятие, которое зону перевели, там есть необходимость, условно говоря, сделать перепланировку, разделить его на несколько помещений. Там раньше были другие цели, нужно было целое здание, это пищевое, да, и там в свое время были сделаны, ну, такие хост, немножко пристроечки, ну, это порядка, там, может быть, там, 150 метров. И вот сегодня мы столкнемся с той же проблемой, я к Наталье Александровне, как заказчик, обратился. Там мы тоже попадаем на проектные работы, ну, порядка, это там, вот, было 700 тысяч рублей, проектная работа плюс экспертиза, да, и это время. Ну, и у нас сейчас стоит дилемма, или их просто снести, или просто снести, ну, или, может быть, вот есть второй вариант, это уже я начинаю, как бы, думать, сделать вообще больший проект, расширить капитально это здание, возможно, строить третий этаж, и эти, условно говоря, проектные работы заместить тем, что тут у тебя появляется большая площадь официальная. Ну, а это инвестиции и все остальное. Как, Наталья Александровна, здесь возможно? Ну, тут, понятно, все зависит от желания и возможностей собственника и заказчика. Вот в данном случае, возможно, да, я согласна, что стоит рассмотреть уже вообще, просчитать план развития на будущее и посмотреть, пригодятся ли эти производственные мощности, и если вкладывать деньги, то вкладывать в большие площади. Потому что, что ты пригородишь 10 метров, а что 100 метров расходы, то они примерно будут одинаковые на документацию исходную. А если говорить об инженерных сетях, вот есть какие-то... Ну, инженерные сети, это следующий, как бы, аспект, но чаще всего, если здание там, ну, не меняется, то есть, словно говоря, было там, был продуктовый магазин, станет баня, конечно, для бани нужны изменения инженерные в том числе, или там, где какое-то большое количество электричества, то есть, было офис, а там необходимо какое-то высокопотребляемое по электричеству производство, там нужно дополнительное согласование с коммунальщиками. Ну, я тоже немного прокомментирую про инженерные сети, так как в последнее время очень часто сталкиваемся, что у участников, что у бизнеса с этим вопросом. У нас вот такие производственные застройки, они все равно у нас возникли не вчера и не сегодня, они довольно долгое время уже существуют, от собственника к собственнику происходят, и часто собственник здания, так же, как и сети, не задумывается о том, какие сведения в общей базе данных и в их сетях находятся. Но от этого, извините, зависит, когда вы пошли из разрешительной документации для реконструкции, зависит от того, как вам охранную зону этой сети сосчитает, и, соответственно, вам дадут пятно застройки. А так же, мне кажется, это зависит и от взаимодействия с коммунальщиками, со всеми. То есть, какие у вас там протяженности сетей, там энергосбыт, там коммунальга, неважно, какие энергетики, водоканал, там КТК. Но самое главное, правильные сведения по возможности, если идет по своей территории, оформить право собственности. Необходимо есть и наложить охранные зоны, если там какие-то соседние предприятия еще функционируют, чтобы вы понимали, что ваши сети, ну, такой, своеобразной безопасности, и в пятно охранной зоны уже никто со своим строительством больше не зайдет. Тоже очень много нюансов. Поэтому возвращаемся опять к анализу документации технической, которая у нас имеется на все объекты. Прежде чем какие-то действия начинать, важно ее изучить. Неважно, идет залог в банк, идет новое строительство, снос каких-то старых объектов, еще что-то. Надо прицелять от изучения документации, особенно на старые объекты. И вот тут очень важно поменять муниципалитет, должен играть, во-первых, модераторную такую роль, активную. То есть нам не нужно уходить в суды. Если то, что говорит Антон Александровна, а это очень много объектов, условно говоря, не сбалансированных по правовым, по техническим вещам, то наши суды просто увязнут в таких вопросах, если бизнесы там и другие активные граждане начнут что-то менять и изменять. Возникнет очень много конфликтов. Поэтому должен быть принят упрощенный вариант, это в рамках федерального законодательства, принять муниципалитету какие-то правила игры и в несудебном порядке их решать. Разрешать через межведомственную комиссию, чтобы не один чиновник, пусть даже депутаты, а должна быть прокуратура, МЧС, Роспотребнодзор и, возможно, коммунальщики, энергетики. Все. Если это будет, я считаю, что споров не будет, и эта комиссия имеет определенные полномочия для того, чтобы разрешить эти вопросы. Сейчас пока приходится играть по тем правилам, какие есть. К сожалению. Владимир Венимирович, как вообще вы эту работу выстраиваете в плане земельно-имущественных отношений, в плане кадастра? Вот эти проблемы, о которых мы только что поговорили, вы пытаетесь решить как-то сами на предприятии силами своих сотрудников или приходится обращаться в какие-то компании? А я слышу, что могут случаи настолько запущенные быть, что предприниматели даже к вам как к депутату обращаются. Ну, однозначно. Есть такие обращения. Вот я сам, как предприниматель, я не придумываю ничего. Я вот как раз всегда обращаюсь к Александровне Ашихминой. Она все время работала в Кадастровой. Она и там была активной. Я знаю, что к ней очень многие люди ходили, как бы советовались. И я тоже в том числе, и в нашей компании тоже приходили и советовались. Потому что в данном случае необходим профессионализм. Это тот вариант, когда ты, пойдя сам, хотя я депутат, я, наверное, там знаю какие-то возможности в кабинетах, но это чаще всего не спасает. Чиновники не помогают тебе и не подсказывают что-то. И вот как раз ты хочешь пройти законным путем, вот я обращаюсь всегда в Акцион, к Наталье Александровне. И да, это затрата по деньгам, но в итоге ты экономишь, то есть больше, чем ты платишь. То есть ты заплатил 100 тысяч, ты экономил там 700 тысяч миллионов. Нельзя ли, Наталья Александровна, вообще, да, своими силами пытаешься что-то сделать, еще больших проблем себе нажить? Ну, больше есть ведь такая погружка, каждый должен заниматься своим делом. Да. И не надо допускать, особенно во взаимодействии с органами исполнительной власти, игры в глухой телефон. Когда идет неспециалист и пытаются выяснить какие-то технические, профессиональные вопросы, он понимает это по-своему, в силу своего понимания и образования. Когда идем мы, как технические специалисты, неважно, идем мы с заказчиками, идем мы сами, разговор совершенно другой. Потому что мы можем апеллировать разными фактами, разными терминами. И уже с нами совершенно по-другому могут разговаривать, так как от нас документация потом дальнейшая пойдет. Но, слава богу, бизнес приходит к большему пониманию, что лучше доверить это профессионалам, и хотелось бы, чтобы это было повсеместно. И тогда проще было бы и законы у нас все различные продвигать, и взаимодействие выстраивать, когда будут профессионалы в этом участвовать. Время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итоги какие-то, может быть, какие-то советы дадим предпринимателям, производственникам, как избегать всех этих проблем. Давайте я начну, а вы мне поможете, подхватите то, что я услышала. Оформлять документацию до проведения работ было бы здорово. И проверять документацию, которая тебе достается от кого-то, когда ты заключаешь эти сделки. Держать всю документацию в порядке, чтобы не столкнуться с какими-то проблемами. Да. И следить за тем, что, видите, землепользование и собственность на какие-то объекты недвижимости требует именно адекватной, актуальной реакции на некоторые вещи, с чем связано. Ну вот как у меня, например, случай. У меня все было соответствующая зона, но город не стоит. В генплан вынесли другое на значение земли, и все. То есть меня ограничили, в общем-то, как, собственно, мало того, я и пропустил общественные слушания, на которых можно было бы там заявить о своих правах. Но часто это и не поможет, потому что город там планирует, социально для него эти объекты есть, как бы, приоритеты. И ты попадаешь в такую. Нужно актуально, актуальность документов подтверждать. Ну, больше информирования населения должно быть посредством различных источников, и не только там газеты, которые утверждены в администрации, там вот публикуют, но многие даже не знают, что такая газета существует. То есть больше информирование населения, подключать средства массовой информации, возможно, телевидение по каким-то таким сложным глобальным вопросам. И диалог больше с населением выстраивать нужно. Это уже к власти просьба. Что еще предпринимателям было бы хорошо делать, чтобы этих проблем избегать? Ну, понятно, своевременно реагировать на все изменения в законодательстве. Как еще раз акцентирую, проверять документы, ну и, конечно, доверять данную работу профессионалам, а не пытаться сэкономить и заниматься этим самим, тем самым доставив себе большее количество проблем. Ну и не заниматься самолечением, обращаться к специалистам. Давайте напомним нашим слушателям, куда можно обратиться, Наталья Александровна, к вам. Да, сначала, да, благодарю Владимиру Вениаминовичу за хороший отзыв, из рекомендаций. Обратиться к нам можно, мы располагаемся по адресу Карла Маркса 101. Это здание МТС напротив городской администрации. Найти несложно. Четвертый этаж, офис 408. Можно информацию о всех телефонах найти в интернете, также будет в публикации после эфира. Милости просим, всегда будем рады помочь. Эфир наш подходит к концу. Напомню еще раз, что в студии у нас были директор компании «Актион» Наталья Ашихмина и предприниматель, депутат Кировской гордомы Владимир Журавлев. Была эфир я, Мария Кожевникова. Всем доброго дня, доброго дня нашим гостям, а предпринимателям хорошей работы. Удачи, здоровья всем. КРУПНЫЙ ПЛАН